Всем привет, вы на канале The Box, меня зовут Болодя. Ну что же, сегодня я вам расскажу о новинке от компании Tecno, которая только вот вышла, а уже сметается с полок. Все-таки этот смартфон предлагает достойные характеристики, но при этом за очень скромный ценник. И вот сегодня мы с вами и разберемся, стоит ли вам тоже бежать в магазин за вот этот вот Tecno Spark 20C, или же люди поспешили с покупкой, и их ждет неприятный сюрприз. Короче, давайте не трать время и не зря. Подписка, если вы еще до сих пор не подписаны, хотя, честно сказать, я уверен, что вы уже все давно подписаны, но если не подписаны, подпишитесь, лайк, порчали. Друзья, я вам напоминаю, что если вы хотите самыми первыми узнавать самых интересных событий визны рогаджета в электронике, там о новых телефончиках разных, о планшетах и ноутбуках, то обязательно подписывайтесь на наш Телеграм-канал, ссылка будет в описании. Ну и первым делом я все-таки хочу сказать, что за этот смартфон просит всего 120 долларов, потому, знаете, придираться к нему, ну, нет никакого смысла, и я считаю вообще, что ему многое можно простить. А главная цель этого видео, это просто разобраться, хватит ли вам такого смартфона для повседневного использования. Или же это просто, знаете, как говорят, деньги на видео. В чем здесь вентилятор? Вентилятор это деньги на видео. Русик, вот честно говорю, на твоем юморе наш канал только и держится. Если не ты, все. И вот, значит, на полках магазинов можно встретить 4 версии 20C. Это получается белую, потом черную, золотую, ну и самую, как я считаю, интересную, это зеленую. Ну а интересно она тем, что это единственная версия, которая получила, можно сказать, кожаную крышку. И вот обычно в ультрабюджетниках как? Используют пластик с текстуркой такой под кожу. Это и выглядит бюджетненько, да и ощущается тоже. Но Техно использовали мягкую синтетическую кожу, которая и выглядит хорошо, и еще и приятная на ощупь. Так что во время использования этого смартфона у тебя вообще нет ощущения, что держишь, знаете, какую-то дешевую трубку. Ну и к тому же такой материал еще и более практичный, потому что он в первый день использования не покроется у вас отпечатками или там не поцарапается. Да, поэтому если вы еще не накопили себе на автомобиль премиум класса с кожаным салоном, то можете для начала взять себе Spark 20C. А что, мелочек нет? Да и в целом смартфон выглядит, я считаю, прикольно. Благодаря удачному оформлению вот этого модуля основной камеры, ну и еще и плюс ровным гранем. Так что в целом могу сказать, что дизайн удался, и он выглядит, ну, ничем не хуже более дорогих Redmi. Да о чем там говорить? Я вообще помню эти темные времена, когда за эти деньги можно было максимум что получить, это какой-то черный кирпич. Типа того вот, помните, как он там назывался? Lenovo A1000M, кажется. Ужас. Да, так что в этом плане Техно молодцы. А что еще хорошо, так это то, что в комплекте здесь идет прозрачный чехол, который не будет закрывать всю вот эту вот красоту. А, и, кстати, в коробке со смартфоном вы также найдете еще зарядку, и еще и кабель с USB-A на USB-C. Что касается элементов управления, тут как и у всех, поэтому взяв этот телефон в руки, не думаю, что вы прям растеряетесь. Да и здесь все по классике. Снизу разъем для наушников, порт Type-C для зарядки и передачи данных, но также динамик. Справа здесь у нас раздельные кнопки громкости и сканер отпечатка пальцев. Причем сканер отпечатка здесь шустрый и легко обгоняет подэкранные датчики многих смартфонов. Поэтому, конечно, понты это хорошо, но все-таки, знаете, шустрый датчик, я считаю, лучше. Ну, а слева у нас только тройной лоток под карточки, который, кстати, поддерживает сразу две сим-карты и еще одну карту памяти. Ну, а сверху второй динамик. Да, друзья, вы все правильно поняли. Представляете, в ультрабюджетник поставили стереодинамики DTS. Не, ну, многого прямо от них ждать не стоит. Ведь основной их плюс какой ультрабюджетник? Что они не крепят и громко работают. Короче, послушайте сами. А, ну, меломаны и эти, которые закончили консерваторию, лучше не слушать, а лучше это пропустить. В общем, давайте скажем так. По первым впечатлениям, Текна не пришлось идти прям во все тяжкие и экономить на всем, что только можно. Но все же чаще всего, где экономят в таких смартфонах? Правильно, на дисплеях и процессорах. И вот сейчас мы и разберемся, что в этом плане с этим смартфоном. Значит, пользуясь этим смартфоном, вы будете смотреть в IPS-дисплей на 6,6 дюймов с разрешением HD+. Я понимаю, что такое разрешение многих пользователей, конечно, может и оттолкнуть. Но все-таки я вам советую не спешить с выводом. Ну, как минимум, потому что при таком разрешении картинка достаточно все-таки четкая, чтобы пиксели не бросались в глаза. И даже мелкие детали интерфейса, например, выглядят четко, как он Русик на выпускном. Тоже выглядел четко. Да, Русь? Слушай, ну я тебя не просил, чтобы ты мне свою фотографию, свою пускного показывал. Я тут при чем? Ты сам ее мне показал? Да ничего страшного. Ну подумаешь, костюм на три размера больше. Ну и что? Русик, я уверен, что если бы из тебя штаны, когда ты на сцену вышел, не спали, то вообще бы никто ничего не заметил. Не, ну, конечно, если смотреть на экран, там, не знаю, с расстояния носа, то вы, конечно, заметите так называемую вот эту лесенку из пикселей. Но при нормальном использовании ее не видно. Да, конечно, не волнуйтесь. С комфортом вы будете и ленту Инстаграма листать, и читать новости в интернете, и смотреть видео на Ютубе тоже. Да и в целом можно сказать, что картинка здесь приятная. И цвета еще и близкие к натуральному. Мне, конечно, как пользователю смартфона с самолет, конечно, все-таки не хватает немножко насыщенности. Но, знаете, для некоторых пользователей вот такая вот спокойная картинка, я считаю, даже будет плюсом. Да и, кстати, вы знаете, углы обзора здесь тоже нормально. Не, ну, как и во многих IPS, конечно, картинка здесь немножко темнеет, если смотреть сбоку. Но в целом цвета не искажаются. А, ну и также Tecno, конечно же, решили не отставать от трендов. И поставили сюда панель с частотой обновления в 90 Гц и чувствительностью сенсора в 180 Гц. Так что система здесь работает довольно плавно и при этом еще и отзывчиво. В общем, я скажу так, дисплей неплохой. Я считаю, что в такой ценовой категории, знаете, встречаются дисплеи похуже. Поэтому, если вы прям не избалованы этими новыми AMOLED'ами, то к этому дисплею у вас претензий не будет. А вот к чему уже могут быть вопросы, так это к производительности. Поэтому сейчас мы с вами и посмотрим, на что способен этот Spark 20C. Итак, сразу хочу отметить, что в отличие от большинства ультрабюджетников, вот этот Spark 20C работает на полноценной версии Android 13. А это о чем говорит? О том, что вы получите все важные и нужные новые функции, включая и голосового ассистента Google. Но все же хочу отметить, что Android здесь не чистый, а немножко приукрашенный оболочкой HiOS 13, которая помимо собственного дизайна предлагает еще и несколько полезных фишек. Ну, например, здесь есть умная панель, которая вызывается свайпом от края дисплея и дает быстрый доступ, например, к приложениям, там, не знаю, к разным функциям смартфона. Ну, к примеру, вы можете начать запись экрана, не открывая, например, шторку панели управления. Ну, также еще, например, на главном экране вам встретится вот такой вот умный виджет, в котором отображаются часто используемые приложения, там, не знаю, заметки, список задач. А в настройках рабочего стола можно задать, например, разные жесты для быстрого запуска приложений. Ну, например, можно назначить, чтобы вот на свайп вниз открывались заметки. А, также еще из фишек можно выделить, например, динамический порт. Это такой, можно сказать, что местный аналог динамического острова. И его вы будете видеть только в случае разблокировки смартфона с помощью сканера лица, во время зарядки, ну, а также еще во время звонка. Ну, да, так что по большому счету он здесь больше, знаете, ну, для красоты. Хотя я, например, вообще не вижу здесь ничего криминального. Он компания Apple так на вот этом для красоты себе вообще целую империю выстроила. И ничего, нормально, не краснеет. И вам же, конечно, интересно, как это теперь все здесь работает, правильно? Значит так, стоит здесь бюджетный процессор Helio G36, который работает в паре с оперативкой на 4 гигабайта. В итоге, получается, смартфон иногда, конечно, задумывается над открытием приложений, но в целом, в целом скорость работы адекватна. Но все же, конечно, самое главное, это то, что система здесь работает стабильно и не спотыкается образные там глюки каждые 5 минут. Да, так что с базовыми задачами он справляется хорошо. И вы спокойненько сможете и инстаграмчик полистать, и ютубчик посмотреть, и весело время в пробочке провести тоже. Ну, а что касается более тяжелых задач, то здесь, конечно, уже не все так круто. Вот, например, в тесте Geekbench вот этот вот смартфон набрал всего 823 балла в многоядерном тесте. Ну, а, например, 3DMark наценил его в 784 балла. Так что запас мощности, ну, здесь такой, небольшой. Но зато, например, процессор круто себя показал в стресс-тесте. И за 20 минут бросил всего 9% производительности. Потому, в теории, если вы, например, будете играть, то игра попросту не начнет лагать спустя, там, 20 минут. А, и, кстати, про игры. Я вот не разочаровался в этом смартфоне исключительно потому, что, ну, как бы, многого я от него и не ждал. Ну, например, тот же Asphalt 9 еле-еле вытянул 30 кадров, и это с минимальными настройками графики. А в загруженных сценах играешь и подлагивала. В то же время, например, в Stand-Off 2 на минимальных настройках графики он выдал мне уже 50 FPS. Причем игра сработала вообще идеально. Но все же, конечно, лучше всего этот смартфон почувствовал себя в аркадах типа Mario Run. Ведь там и частота кадров была высокая, и лагов не встречается. Так что, в целом, результаты неплохие, и в большинстве проектов вы сможете поиграть с минимальными настройками графики с комфортом. Зато вот в плане автономности, вы знаете, этот смартфон даже порадовал. Ведь благодаря аккумулятору в 5000 мАч, а также еще и нетребовательному процессору, и, кстати, нетребовательному и дисплею, SPAC 20C спокойно прожил день активных тестов. То есть смартфон реально экономно расходует заряд? Ведь за 15 минут, например, Ютуба ушло всего 3% заряда. А игра потратила, что там, процентов 5, кажется. Ну, а правда, вот зарядочка здесь слабая, и смартфон поддерживает блоки максимум до 18 Вт. Так что для заряда с нуля именно до 100 ему нужно, ну, где-то часа два. Ну, хотя, с другой стороны, учитывая его живучесть, заряжать вы будете его ставить когда? Перед сном, так что проблема небольшая. Ну, и также, конечно же, для современного смартфона важна и камера. И, как мы знаем, обычно как раз это и есть самое слабое место в подобных смартфонах. Поэтому сейчас мы с вами как раз и разберемся, сможет ли SPAC 20C стать вот тем самым исключением из правил. Фоткать и записывать видео вы сможете на основную камеру в 50 мегапикселей. И в целом могу сказать, что качество неплохое. Вот, например, на улице днем вы получите четкие фотографии с хорошей детализацией. И, кстати, даже цветопередача здесь, вы знаете, все-таки достойна. Причем местный HDR еще и неплохо справляется с контрастным освещением. Что даже, знаете, ну, удивляет. И я вам напомню, что не все, даже более дорогие бюджетники могут этим похвастаться. Да и вообще, значит, зачем переплачивать, если можно отлично сэкономить? У меня, вон, мой оператор так и появился. Варусь. В то же время, вот в условиях уже комнатного освещения, тут, конечно, фотки становятся, ну, такими, знаете, более мягкими. И уже начинают вылазить шумы. Но все в пределах нормы, поэтому камера нельзя сказать, что прямо после захода превращается в тык. Нет. Ну, и так как здесь все-таки далеко не самый мощный процессор, то и записывать видео можно максимум в 1080p при 30 кадров в секунду. Ну, и, само собой, что качество, ну, ожидаемо, ну, так себе. Хотя TikTok, он что всем доказал? Что плохое качество – это не повод не снимать видео. Поэтому я считаю, что это вообще надуманная проблема. В общем, скажу так, что камера действительно, пусть и бюджетная, но далеко не самая худшая. Его качество легко хватит для повседневного использования. Так что, в целом, можно сказать, что Tecno Spark 27 – такой достойный смартфон, у которого есть необходимый вот этот вот минимум для современного пользователя. Ведь дисплей достаточно здесь качественный, чтобы с комфортом, например, сидеть в соцсетях или там смотреть видео. А процессор обеспечивает стабильную работу системы. Ну, ко всему вы получаете еще и достойную камеру, которой более чем достаточно, чтобы запечатлеть прям там ваши важные моменты в жизни. А если у вас, как у меня или как у моего оператора Русика, этих важных жизненных моментов не так и много, то вам хватит и пленки даже на 24К. Ну, те, кто постарше, те поймут. Потом я скажу так, что Spark 27 можно спокойно рекомендовать тем, у кого нет вот этих вот большущих запросов к смартфону. Ну, и также еще он подойдет, например, в качестве первого мобильника, например, ребенку. Ну, что, вы думаете, а Spark 27 взяли к себе такую? Об этом обязательно напишите в комментариях. Нам с Русиком будет интересно почитать. А также еще, конечно же, посмотрите вот эти вот видео, потому что они не только полезны, но еще и веселые, и интересные. Ну, и главное, что все самое интересное. Где? Правильно. Коробки.